Приветствую вас, я полагаю, что вы позиционируете себя как взрослый человек. Если вы позиционируете себя как взрослый человек, то в таком случае мне не очень понятно, почему вы задаете, в общем-то, тот же вопрос, что вы задавали в прошлый раз, ну, только с небольшим изменением, вот, вы задаете его чуть-чуть более подробно, подробно немного раскрываете суть проблемы. Но, тем не менее, тем не менее, если вы позиционируете себя как взрослый человек, то вам, ну, в большей степени, в большей степени, следовало бы, например, набрать ответы коллег на предыдущий ваш вопрос, в том числе и мой. Выбрать себе эксперта из числа вот этих вот людей, что отвечали вам на вопрос, и поработать с ними над, ну, в личной индивидуальной работе, индивидуальном консультировании, чтобы рассмотреть и ваши страхи, если они есть, чтобы рассмотреть и то, как вы себя, там, преподносите, чтобы рассмотреть модель поведения родителей, чтобы вы лучше понимали, с чем она эта модель поведения родителей связана, вот. Своё мнение, своё мнение, свою позицию сформировать по данному вопросу, вот. Всё это, всё это реально сделать, но вы почему-то этого не делаете. И, у меня возникает вопрос, а, собственно говоря, почему, собственно говоря, почему вы этого не делаете? И как тогда вы считаете себя взрослым человеком? Потому что, вы задаёте вопрос, по сути, такой же. И, в общем-то, ответ в рамках вопроса будет такой же, по большому счёту. Ну, я, конечно, кое-что изменю, да, потому что вы дали какую-то новую информацию, но тем не менее. Вы реально хотите поменять своё отношение к родителям, или вы просто это делаете, ну, потому что нужно показать, что вы что-то делаете? Итак, как показать родителям свою самостоятельность и уверенность в своём выборе? Только действиями и поведением. Не спорить, не доказывать, просто ставить перед фактом, и всё. Никто насильно вас в свободе ограничить не может, не имеет права, и это является уголовно наказуемым действием, даже если это родственники. Как не поддаться влиянию родителей и поступить так, как ты считаешь правильным? Влияние родителей – это установки. То есть, понимаете, какой момент? Именно влиять родители могут только через ваши сомнения. И влиять родители могут только указывая вам на наличие этих самых сомнений. Сомнений, да? То есть, если, грубо говоря, сомнения есть, ну вот в том, что вы делаете, например, если сомнения есть, то родители будут на это давить. И вам, естественно, будет казаться, что вот, ну, вы сомневаетесь, значит, это плохо, то что вы сомневаетесь. Вот, вы сомневаться не должны в том, что вы делаете на что, вам и будут указывать ваши родители, что сомнения быть не должно. Вот, на самом деле, на самом деле сомнения – это нормально. И вот я бы сказал, что поскольку в общих чертах, в общих чертах, ага, влияние родителей – это сомнения, то, чтобы не поддаться влиянию родителей, нужно изменить свое отношение к сомнению. То есть, грубо говоря, позволить сомнениям быть. Как бы, сказать себе, сомнения есть, сомнения могут быть, сомнения – это нормально, сомнения – это естественно. То есть, как бы, раз я сомневаюсь, значит, я живу, я подвергаю критике то, что происходит. Я подвергаю критике то, что, в общем-то, я делаю. Это нормально. То есть, сомнения – это стимул для того, чтобы постоянно перепроверять то, что вы совершаете, то, как вы поступаете. Это нормально. Без сомнения, это жить, ну, означает иметь достаточно серьезную узость в мышлении, в восприятии, а значит, и склонность к совершению ошибок. Он, ваши родители уверены на 100% в том, что вас нужно до 25 лет опекать. Да? Ну, вот они и делают это. А то, что вы после 25 лет сами не сможете выбор сделать и станете созависимым партнёром в отношениях – это их не волнует. Вот. Вот у них вся такая жизнь зависимая, понимаете? Вот. Дальше идём. Значит, совсем скоро пишите вы. Я собираюсь с молодым человеком создать семью и приезжать к нему из Москвы в город Ярославль. Это здорово. Вы уверены в нём? Вы уверены в нём, как в человеке? Понимаю, что для создания семьи ещё рано, и многие могут сказать, что такой брак не вечен. Я не очень-не очень понимаю, кто это многие и почему надо не так говорить. Это ваше право, и откуда у вас эти взгляды и установки. Вот. Вот в чём сила влияния ваших родителей. В том, что вы говорите о том, что многие скажут что-то – да. Тогда как на самом стиле – абсолютно не важно, кто что скажет. Потому что это ваша жизнь. Это ваша личная жизнь, которую вы строите сами. Который вы делаете выбор, который может быть, в свою очередь, неправильным. И это нормально. Выбор может быть неправильным. Выбор должен быть неправильным. Потому что невозможно всегда делать правильный выбор. Ни одного человека нет, кто бы всегда делал только правильный выбор. Вот. Но не сделав выбор сам, не ошибившись, не поймёшь, что хочешь, не поймёшь, что тебе нужно, не поймёшь, чего желаешь и так далее. Понимаете? Поэтому свой выбор делать нужно. И ошибаться тоже нужно. Это нормально. И то, что вы прислушиваетесь к другим людям, как раз таки и говорит о том, что у вас есть определённая доля вот зависимости от своих родителей. Потому что это именно родители говорят вам о том, что брак рано, для брака рано и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, может быть, и так далее, и так далее. Может быть, 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 и так далее. И только если сделаете выбор и столкнетесь с ним, с этим выбором, вот только в этом случае вы будете знать, правильно вы сделали выбор или нет, другого пути просто-напросто нет. Понимаете? Вот. Поэтому абсолютно не важно, кто что говорит. Но вы не уверены в себе, вы недооцениваете себя, вы не принимаете себя до конца. Дальше, значит, вот вам нужно перестать понимать, что для создания семьи ещё рано. Почему? Потому что вы её создаёте. Если вы создаёте семью, значит для неё не рано. Если вы создаёте семью, знаете, какая история? Раз вы решили создать семью, значит для неё не рано. А так, так, вы по сути себя помещаете в состоянии, вы себя помещаете в конфликт, в конфликтную позицию, вы себя помещаете в противоречие. То есть я понимаю, что реально, но я всё равно семью создаю, значит я делаю что-то плохое. Вот. Понимаете? Какая история? На самом деле это абсолютная и совершенная иллюзия. Это не так, это неправильно. Вот. И, соответственно, вам нужно уже принять свою позицию. Такой, какая она есть. Да? То есть либо эта позиция такая, что вы создаёте семью, если вы считаете, что пора её создавать. Либо вы не создаёте семью, если вы считаете, что всё-таки ещё рано. Но не нужно жить в противоречии. Вот. И для этого, собственно, чтобы это противоречие разрешить, для этого есть свои методы, такие как, например, вот, эффективно, наиболее эффективно можно использовать, значит, ну, наиболее эффективно используется возрастная рекрессия. Метод возрастной рекрессии наиболее эффективен здесь, то есть вы как бы, ну, вы как бы возвращаетесь вот в то время, когда вы решили для себя, что, в общем-то, родители правы, говоря о том, что, там, для брака есть определённое время. Вот. И вы в этот момент, вот, когда, если вы, значит, приняли решение, вот, вы от этого решения как бы решаете отказаться и его поменять. Для этого нужно через возрастную рекрессию это решение, знаете, все, такая вот методика. Есть другая методика, она называется методика «Трими стульев стульца». В этом, в этой методике вы как бы становитесь на место твоих родителей и от лица твоих родителей говорите то, что они вам обычно говорят. Это тоже такой достаточно важный момент, если мы хотим вам опять же помочь. То есть, вот, примите взрослое решение какой помощи вы хотите от специалистов наших. Ну, нельзя такой вопрос с родителем решить одним вопросом. Нельзя. Дальше. Проблема в том, что я не знаю, как сказать родителям правильно про эту новость. То есть, никак вы не скажете родителям правильно про эту новость, потому что они эту новость в любом случае отримут, и они эту новость в любом случае не примут, как бы вы ни сказали. То есть, факт появится фактом, вы выходите из-под их опеки, а для родителей это, соответственно, неприемлемо. То есть, вы выходите из-под их опеки, вот. И, соответственно, именно потому что для них это неприемлемо, они, нет правильного, нет правильной постановки вопроса, нет правильной фразы, которая могла бы помочь вам, значит, 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 как-то, ну, правильно в кавычках донести до них эту мысль. Потому что родители беспокоят, в первую очередь, они сами. Не вы, а они сами себя беспокоят. Понимаете, какая то тонкость. Тонкость вся в этом. Родители беспокоят, только они сами. Не вы, а это означает, в свою очередь, что, что бы вы ни сказали, для них это абсолютно один исход. Для них это один исход. Понимаете? Чтобы не было исход один. Поэтому не терпите себя иллюзией относительно того, что вы сможете найти какие-то слова для того, что бы донести до них, значит, ну, какую-то мысль. Если вы боитесь, что к вам применят насилие, что, кстати, является противозаконным вообще от насилия, если вы допускаете, что к вам могут применить насилие, то в этом случае я рекомендую вам, родителей, поставить постфактум. Вот. Уже известно. То есть вы просто переезжаете. Вот. Да, есть проблема вещей. Вот. Но вы же, я думаю, понимаете, что вещи вам в любом случае собрать никто-никто не даст. Вот. То есть здесь вы либо отказываетесь от вещей, либо берёте только самое необходимое, либо вы же того ожидаете, когда родитель не будет дома и всё это делает. Вот. Жестоко? Да, это жестоко, да, это очень неприятно, да, это негативно, да, это ужасно. Вот. Но если вы знаете о том, что родители будут вот, ну, как-то вас физически останавливать, то понятно, что шанс у вас справиться нет. С другой стороны, вы можете, вы можете сделать так, чтобы молодой человек пришёл к вам домой и, собственно, чтобы он уже показал родителям, да, что, ну, чтоб он мужчина, и он должен тоже вносить какой-то вклад вот в то, что вы делаете. Поэтому от него тоже зависит, то есть если он придёт и скажет официально, что любит вас и хочет быть с вами и так далее, и так далее, то я думаю, что родители, конечно, будут недовольны, но выбора у них всё-таки не будет. Ибо, ещё раз повторюсь, физически, физически останавливать вас они вправо не имеют. Тем более, если вам уже больше двадцати лет, больше восемнадцати лет, физически останавливать вас никто вправо не имеет. Вот. Другое дело, да, то, что вы, может, этого бояться, это уже другое дело. Дальше идём. Эм, так. Эм, потому что до двадцати пяти лет я нахожусь под их полным контролем, пока они меня обеспечивают, они принимают решение за меня. Кто это сказал? Кто это решил? Эм, почему никто не спросил вас? Для меня это остается загадкой. И я надеюсь, что это же остается загадкой в общем и в целом и для вас тоже. То есть, если для вас эта загадка, эм, такая же загадка, как и для меня, то, соответственно, вы вправе в любой момент это поменять. Ну, получается, что вас просто-напросто не спросили, да, а сделали что-то вообще в обход, эм, того, что, собственно, ну, с того, что вы хотите от того, что вам, эм, значит, ну, с того, что вам нужно в обход ваших потребностей. Вот, мне кажется, что это абсолютно никакие ворота не лезет, поэтому вы вправе поменять это решение очень и очень быстро. Да, родители будут недовольны, да, родители воспримут это очень, эм, очень негативно, но, тем не менее, как бы, другого пути у вас на самом деле нет. Вот, то есть, либо вы это поймете и что-то поменяете, эм, либо нет. Потому что в этот момент, да, что вы до 25 лет находитесь под их, значит, контролем и все решения принимаются за вас. Это удобство родителям, родителям. Это удобство родителям. Родители это делают для себя, не для вас. И вам это нужно, как следует, понять. Родители это делают для себя. Не для вас, а для себя. Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее вы увидите истинную, так скажем, чувственную бессмысленность того, что они делают. И в некоторой степени даже эгоистичность. Вот. Дальше. Если я буду поступать, как якобы взрослый человек, но вот тут тоже есть неуверенность, вы неуверенный, что вы взрослый человек, кстати по всему. А так как я считаю нужным, а не посоветовавшись с ними, то, скорее всего, меня просто заберут от молодого человека и запрещат общаться с ним. Да никто вам этого не запретит в вашем возрасте, никто не имеет права ни забирать вас, ни запрещать. Это уголовное наказуемое, говорю, действие. Вот. Подскажите, как вы в данной ситуации? Работать над уверенностью в себе и над повышением самооценки, над защитой и отстаиванием своих прав, над эмоциональным отделением от родителей и над избавлением от чувства вины. Как показать уверенность при разговоре с ними? Никак. Уверенность, если вы ставите их предсакт. Всё. Как предстать бояться разговаривать с родителями на подобные темы и начать доверять им более-менее? Доверять им более-менее не нужно, потому что они сами сделали так, что вы им не доверяете. Для того, чтобы вы доверяли им, вам нужно для начала доверять себе. Не доверяя себе, вы не сможете доверять им, а себе вы не доверяете. Поэтому я полагаю, что доверие пока исключено. Что касается того, что как предстать бояться, ну, опять же, вот если вы позиционируете себя как взрослый человек, а уже, в общем, пора. Уже, уже пора. Вот. Что вы, я надеюсь, поймёте такую важную деталь. Что страх, страх живёт в подсознании. Страх живёт в чувствах. Страх живёт в эмоциях. Страх живёт в ассоциативных рядах. И работать со страхом вот так, через формат ответа на вопрос, нельзя. Это не профессионально. Просто-напросто. Нет. Но есть, конечно, некоторые упражнения, да, которые могут вам помочь, вам перестать бояться. Вот. Но это всё равно работа такая, довольно поверхностная. Ну, например, чего конкретно вы боитесь при разговоре с родителями, со своими родными? Чего вы боитесь конкретно при разговоре с ними? Вот конкретно, в чём опасность для вас? Насколько эта опасность для вас вредна? Наступила ли она? Вот когда вы говорите, да, когда вы разговариваете с кем-то. Ну, наступила ли она эта опасность? Случилась ли она? Произошла ли она уже? Что вы будете делать, если она наступит? Вот ваш план действий. Знаете? Какие ваши действия? Для того, чтобы, ну, нейтрализовать вот этот вот негатив, который есть. И всё, и страх уйдёт. Така больше не будет. Так – это неопределённость. Если неопределённость убрать, бояться вы не будете. Вот. Вот так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Ещё раз повторю. Как бы эмоциональная зависимость от родителей, особенно если это родители такие вот, как вас, критикующие, подавляющие, всегда ведут к психотическим моделям поведения. То есть, модель поведения неуверенности, такой, знаете, нуждаемости в, значит, советах, нуждаемости в поддержке, нуждаемости в помощи и так далее. То есть, это, по сути, форма дезадаптивности, на мой взгляд. И если мы говорим о форме дезадаптивности, то мы говорим о вашей незамостоятельности. Если вы хотите, чтобы этого не было, то если вы хотите всё-таки быть самостоятельным, то этому нужно учиться. Но учиться это можно только в процессе взаимодействия с психологом. То есть, только непосредственно при работе со специалистом можно это сделать. Вот. И я надеюсь, я надеюсь, что вы это всё же учтёте. Понимаете? Надеюсь, что вы это учтёте. А, смотрите, какая получается история. Я вам отвечал на вопрос, на ваш. Ну, вот тот, что предыдущий, который был. Отвечал вам, ну, не только я, но и, в общем, ещё коллеги. Вот. Ага. Проявите, пожалуйста, уважение и отмените ответ лайком и выберите лучший ответ. Потому что людям всё-таки стараться. И я буду благодарен, если вы также поступите и в этом вопросе тоже. То есть, если вы поставите лайки всем, кто ответит вам, и выберите лучший ответ. Это будет справедливо. Всё-таки помогаем мы вам пока бесплатно. Я думаю, что бесплатный труд, любой труд должен оцениваться. А бесплатный труд тем более. Ну, я надеюсь, что вы со мной здесь согласны. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы всё-таки сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Поехали. Спасибо. Вы получили тут. Продолжение следует...